Я хотела бы обратиться к своим соотечественникам и моим многочисленным коллегам, журналистам, которые ожидают от меня комментариев по поводу последнего решения СНБО и Зеленского относительно введенных против меня и моего мужа санкций. Сложно комментировать неконституционное, репрессивное и глупое решение нынешнего гаранта, который в 2003 году мне таким не казался. Когда однажды, летом со своей многочисленной компанией, в том числе и братьями и шефирами, и другими артистами, пожаловала ко мне домой с просьбой о трудоустройстве. Я была гостеприимной и помогла с работой. Уже в конце 2003 года вы стали выходить на канале 1плюс1. Надеюсь, все было хорошо. Но ключевое слово здесь было, потому что вы уже в прошлом. И с каждой новой своей подписью под беззаконными документами вы забиваете очередной гвоздь в свой убогий политический гроб. Что же касается меня и моей семьи, то мы – это будущее мирной и успешной Украины, в которой все граждане будут защищены от беззакония и будут жить счастливо. Мы – законопослушные люди, любящие свою страну, ни минуты не сомневаемся в том, что теперь наших сторонников стало в разы больше. Мой муж – доктор юридических наук, академик Национальной академии правовых наук, политический деятель, которого вы так панически боитесь и правильно делаете. Мой муж – человек, которым я горжусь. И до вчерашнего дня я была только женой, другом, тылом, матерью его детей. Но вы сами того не понимая заставили меня взять политическое оружие, чтобы встать рядом со своим мужем и идти к нашей общей цели одним фронтом. Теперь вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику. Но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию, оппозиционная платформа «За жизнь», где своей главной задачей вижу защиту украинского народа от зеленого произвола и беззакония. Поднявший меч от меча и погибнет. «Брати та сестри, украинки та украинці, Зеленський і його прихвастні воюють не з нами. Вони оголосили війну всім вам, українцям. У вас вже забрали землю, забирають надра, забирають свободу, а скоро заберуть житло, бо ви не зможете платити за новими тарифами. А далі вони заберуть і ваше життя. Ви не потрібні їм на цій землі, тому що вони вже заклали її в заканські ломбарди. Я обрала служіння народу, а отже, захищатиму всіх, хто не хоче бути жебраком на власній землі, бо неможливо без чему у серці дивитись, як над вами знущаються. Пам'ятайте, з нами Бог. Так хто проти нас? І ще, ніякі фейкові санкції не зможуть зупинити роботу мого благодійного фонду.